приветствую дорогие друзья с вами вновь я frostfire и сегодня настал тот день настал тот ролик точнее когда мы заканчиваем с вами бесконечное лето основную часть это важно уточнить потому что на самом деле на этом мы не заканчиваем само бесконечное лето но об этом в конце ролика сегодня мы проходим последнюю концовку бесконечного лета юля рут или истинная концовка по другому ее еще называют но в общем я думаю все и так понятно сразу давайте с места в карьер мы на той развилки о которой я говорил в прошлом ролике вы его должны были обязательно посмотреть нам остается только последний вариант это повернуть назад как бы послушать инстинктов и в некотором плане юлю да и повернуть назад не покидать лагерь потому что по ее некому шестому кошачьему чувству мы не должны покидать эти замечательные ушки они говорят нам что покидать лагерь не стоит нужно разобраться до конца да поэтому выбираем именно это ладно сто дом выдавил я из себя что удивилась юля ладно пошли ты же этого ответа ждала она у кого улыбнулась нет чего ты взял потому что ты постоянно говоришь что все повторяется через семь дней и мне не выбраться отсюда ну вот и проверим проверим значит почему бы не проверить до начала тот город тогда это тебе решать я внимательно посмотрел на казалось в юле что-то поменялось но не было понятно что именно решил уже все буркнули себе под нос тогда пойдем девочка кошку уверенно направилась через поле в сторону леса эй подожди ты это куда так быстрее быстрее голове начали с бешеной скоростью носиться мысли сливаясь в одну которая вряд ли окажется приятный то есть ты все время я в два прыжка догнал ее и схватил за хвост вы все время знала что можно сюда дойти напрямик не петляя весь день юля хищная зашипела и оскалилась я отпустил хвост нет то есть может и знала но тебе там нечего делать в этом городе да почему не знаю просто это все неправильно не так я не могу объяснить просто знаю но до чем я и говорил собственно и обернулся и посмотрел на горящие вдалеке огни интересно может все а может все быть еще хуже не то чтобы сейчас все катастрофически плохо но вдруг этот город никуда не денется а что там в лагере что означает слова ольги дмитриевне по рации и если я уже решил то стоит ли сейчас колебаться ладно пошли мы шли по лесу почти всю дорогу лишь изредка выходя на пушки и в поле юля казалась чем-то необычайно довольный может наконец объяснишь что с тобой происходит просто это все так необычно потому что раньше все было не так семь дней а потом все заново я уже слышал она лишь улыбнулась в ответ и что там случилось у них смотри далеке за деревьями показались ворота лагеря но ускорили шаг я сразу понял что то не так совенок выглядел покинутым можно было предположить что пионеры легли спать но кроме фонарей свет нигде не горел да и почему на площади нас не встречала вожатая с дом химзащиты ведь по рации она говорила что что-то случилось меня тут же охватила необъяснимое волнение я посмотрел сторону генды а там город города нет юля тоже выглядел удивленный по-настоящему удивленный так что я не стал набрасываться на нее с расспросами подбежав домик уважата я на секунду остановился в нерешительности перед глазами проплыли стар проплыли страшные картины того что там могло произойти однако я тут же взял себя в руки не глупостью все это конце концов пока что ничто не предвещало того что этот фантастический роман превратится в кровавый триллер да семян ну ты не будь слишком наивным наивным я решительно дернул ручку и вошел внутри никого не было ладно не стоит здесь задерживаться я бросился в сторону домика ульяны и алисы без лишних раздумий несколько раз громко постучал в дверь однако ответом меня стала тишина я обошел домик и заглянул в окно внутри было пусто ладно это еще ничего не значит может они кого-то ушли в конце концов бункер я побежал к столовой друг они все решили устроить поздний ужин однако дверь была заперта игра зависла я вернулся на площадь и обессиленно опустился на лавочку набегался без интереса спросила юля все это время молча сопровождавшая меня и правда почему я так запаниковал хотя если что-то действительно случилось то ладно я есть хочу пойду что-нибудь поищу я не стал возрождать и через пару секунд юля бесшумно скрылась в ночи либо это какой-то дурацкий розыгрыш во что верилось с трудом либо все действительно куда-то исчезли само по себе это событие не более странное чем мое попадание сюда чем таинственный город то появляющийся то исчезающий но я уже привык этому лагерю к его обитателям а теперь такое только более-менее освоился в новых обстоятельствах а тут опять я выругался и закрыл лицо руками возможно если бы я просидел так еще несколько минут из глаз потекли бы слезы но барабанные перепонки чуть не взорвались от дикого шума похоже было на раскат грома но откуда на небе же не облачко я открыл глаза и увидел перед собой кого-то ты ты заикаясь выдавил я на совершенно чистом небе гремела гроза а из-за вспышек молнии я не мог разглядеть лица человека который стоял передо мной что семён сидишь пригорюнившись ты кто такой закричал я спокойно зачем так волноваться нервные клетки не восстанавливаются знаешь ли первой моей мыслью было убежать на тело не слушалось молнии все также ярко сверкали и не было никакой возможности разглядеть лица пионера однако я был точно уверен что где-то уже слышал этот голос кто ты уже тише спросил я может быть у тебя есть более подходящие вопросы куда счастье все исчезли они сыграли свою роль и больше не нужны роль какую роль свою ну а город какой город не уверен послышалось ли в его голосе удивление и мне просто показалось город там я махнул рукой сторону генды а ты про это он замолчал на секунду это ты виноват я не понимаю потому что не стараешься пионер повысил голос я я тебе же ведь просто надо подумать просто подумать ты столько уже здесь 5 6 дней или 26 6 наверное 6 а почему 6 ты уверен что 6 а почему потому что посчитал количество закатов и восходов или посмотрел дату на мобильнике не знаю пионер передо мной явно вышел из себя я совершенно не понимал о чем он говорит 6 ну ладно пусть будет 6 сказал он спокойно и раньше ты здесь никогда не был нет и в этом ты тоже уверен не знаю а если я тебе скажу что был я совершенно не представлял как реагировать на его слова сейчас со мной происходит примерно то же что и в первый день что-то необъяснимое пугающее возможно опасное но я ведь не помню а с чего ты бы должен помнить он замолчал и кажется задумался впрочем да не помнишь ну ладно тогда я тебе расскажу чертова аллергия у меня что-то в глазу опять я с трудом разбирал его слова сквозь раскаты грома глаза уже слезились от ярких вспышек но я боялся даже моргать чтобы этот пионер не исчез возможно действительно расскажет как я здесь оказался ты здесь уже не первый раз сколько точно витков у тебя было я не знаю но не суть но почему я же не помню всего этого да и не должен не должен заорал он извини я решил больше не перебивать его не первый раз да продолжил он спокойнее но этот раз особенный он для тебя станет последним я не мог понять что в его понимании значит последний я выберусь отсюда и вернусь в привычную реальность или последний в смысле что здесь я и умру ну это так думаю но это я так думаю по крайней мере пионер надолго замолчал наконец я решил задать вопрос откуда ты все это знаешь откуда можно сказать что я твой коллега по несчастью и вдруг где-то рядом послышался взрыв похоже молния попала в дерево буквально нескольких десятках метров от меня я инстинктивно закрыл голову руками упал под лавку не знаю сколько так пролежал но когда немного отошел от неожиданности раскаты грома прекратились я открыл глаза на месте пионера стояла юля вот ты познакомился с коллегой она улыбнулась и протянула мне руку от шока я не знал что делать и остался лежать долго планируешь там сидеть я кое-как поднялся кто это был если из двух зол выбирает меньше то я был готов больше доверять юли чем этому таинственному пионеру ну как бы тебе сказать она задумалась понимаешь ты тут не один такой точнее тут один но есть еще точно такие же лагеря много и там есть такие же как ты тоже много я совершенно ничего не понял и некоторые могут появляться в других местах вот например как этот то есть ты все время знала но не говорила ты не спрашивал она пожала плечами не стоит его бояться я думаю что нет хотя так стоит или нет мое волнение все нарастало я сомневаюсь что он может принимать физическую форму но все равно с ним лучше поаккуратнее буквально за минуту на меня хлынул такой поток информации для осмысления которой не хватало бы и недели однако при всем при этом я и сейчас понимал что эта информация совершенно ничего не объясняет значит таких как я много да но почему я мы попали сюда но этот вопрос у меня нет точного ответа знаю только что попал сюда именно ты точнее попал сюда один человек юля сейчас совершенно не мне не напоминал эту странную девочку с ушками которая посыпала грибы сахаром наоборот ее глазах читалась уверенность и даже некоторое самодовольство от прежней инфантильности не осталось и следа она меня светит божественный свет из моего божественного окна ну а кто тогда ты я да честно говоря я не знаю я широко открыл рот и уставился на нее как это не знаешь все что я помню это как оказалось здесь точнее я больше ничего не помню как будто ничего до этого и не было я должна следить за тобой за всеми вами я существую одновременно во всех лагерях когда шок немного прошел я продолжил и при этом ты не знаешь кто ты совершенно верно она рассмеялась но такого же просто не может быть ладно я могу понять амнезия но эти всемогущих существ ее не бывает а кто тебе сказал что я всемогущая разве нет на самом деле я ничего и не могу не могу вмешиваться в единственный ход событий но ты же знаешь видела что-то знаю что ты видела и что будет но ты поняла я не знал как сформулировать вопрос ничего обычно проходит 7 дней и один из вас уезжает из лагеря даже исчезает я бы сказала потом появляется новый и так по кругу количество лагерей при этом остается неизменным это мы уже проходили исчезает куда я не знаю это не может же быть такого ты столько всего рассказала и думаешь я тебя что-то скрываю нет обессиленно сказал я наверное сейчас сомневаться ее словах не стоило по крайней мере пока может быть они не исчезают а идут на второй круг этого варианта тоже исключать нельзя но все же я думаю что нет а что тогда сейчас со мной происходит и тут я не могу тебе ничего объяснить но я точно знаю что это должно было случиться и это что-то необычное события развиваются не так как всегда проекта говорил пионер может быть он знает больше чем я но как все это понять вообще я глубоко вздохнул закрыл голову руками я думаю что мы вскоре узнаем ладно но все-таки кто ты такая юля недовольно надула губки я же уже сказала тебе то есть у тебя потеря памяти нет она задумалась скорее нет у меня этой самой памяти до этого лагеря меня и не было не существовало но я не закончил фразу учитывая все происходящее степень допущения была огромна а значит не стоит удивляться и этой девочки с ушами ты как наблюдатель здесь наверное думаю это слово лучше всего подходит а что насчет того что все обитатели исчезли сыграв свою роль это ты о чем так сказал пионер роль она забавно пошевелила ушками от чего я невольно улыбнулся да что то в этом есть ведь настоящие здесь только вы я имею ввиду тебя этого пионера и всех остальных как это не знаю говорю же считаю считаю что я появилась здесь некоторым багажом знаний но не более есть вещи о которых которых я уверена а есть о которых я знаю не больше тебя ладно с одной стороны и слова оказались логичными если в подобной ситуации о логике вообще может идти речь и что ты предполагаешь делать дальше ждать смотреть что из всего этого выйдет на ты же не можешь никак повлиять ни на что пробурчал я себе под нос в любом случае время ужина она весело улыбнулся помахала хвостом так ты же ходила что-то искать но ничего не нашла точнее не успела я видела вспышки молнии сразу бросилась назад пойдем она направилась в сторону столовой лучше бы сидела со мной может и не было вообще никакого пионера если бы его видел не только я то осталось бы меньше поводов сомневаться в своем и так изрядно пошатнувшимся психическом здоровье да уж юля села за стол и посмотрела на меня ну что ужин да ужин землю я им было уже далеко за помощь кстати как ты столовую открыла уметь надо уточнять я не стал может спать пойдем готовь без апелляционно заявила она и я больше не кому 1 я медленно направился сторону кухни от мысли о идее у меня внезапно проснулся аппетит найдя в холодильник и упаковку яиц я крикнул юли яичницу больше ну наверное я начал готовить однако же все интересно получается сейчас со мной происходит фантастические необъяснимые события а я вот так просто стою и делаю ужин можно сказать надеюсь на авось типично русская черта да тем не менее совершенно уверен ничего страшного не случится а если что юля меня защитит хоть она и говорит что многого не знает то наверняка в критический момент я смогу на нее положиться ведь больше просто не на кого если еще вчера от меня ничего не зависело то я хотя бы примерно представлял что происходит а теперь остается только откинуться поудобнее на спинку кресла и ждать когда закончится инсталляция возможно я натер сыр добавил майонез посолил быть перчил и вылил хорошо размешанную массу на сковородку холодильнике еще нашлась колбаса а на полке рядом батон хлеба вскоре мы уже сидели и молча уплетали горячую яичницу вкусно ничего особенного обломовский такой ужин никогда такого не ела наверное лучше грибов и орехов сойдет недовольно ответил июля раз едой было покончено я сказал расскажи что-нибудь про себя что ли хотя тебе наверно нечего наверное ну сколько времени ты уже здесь не знаю давно но ты вообще человек ну наверное а как же тогда ты можешь одновременно в разных местах это сложно объяснить я сама толком не понимаю давай считать что здесь я си и сейчас перед тобой я единственная такое допущение я мог принять конце концов многоликость юли хоть и была одной из многочисленных загадок всего происходящего но далеко не главный так по крайней мере я думал хорошо предположим а что ты вообще знаешь о мире писать и читать я умею если ты об этом она рассмеялась не совсем об этом ты знаешь где находится этот лагерь нет тогда может быть знаешь что я не отсюда и не из этого времени и не из этой реальности но знаю но без подробностей если я спрошу какой сейчас год я не отвечу я глубоко вздохнул и уставился в окно в общем если считать что в чем-то я разбираюсь лучше тебя а в чем-то хуже и что же нам делать ждать я уже говорила ждать и чем займемся а что ты предлагаешь не знаю но по деревьям лазать как-то не хочется ты уж прости ладно ладно может тогда про себя что-нибудь расскажешь давай не сейчас ну как хочешь а что тогда не знаю можно просто сидеть и ждать я например не против но это же так скучно я не вижу каких-то альтернатив ладно пойдем тогда пойдем она задумалась я внимательно смотрел на юлю похоже она действительно находит все происходящее забавным более того сложившаяся ситуация ей не кажется странной если верить ее словам то в этом нет ничего необычного ты же понимаешь все что происходит для меня не совсем нормально я даже сам не понимаю почему сейчас не сижу где-нибудь под кроватью трясясь от каждого шороха получается ты смелый я ничего не ответила лишь ухмыльнулся придумала я внимательно посмотрел на нее нет опять забыла юля почесала ушки а нет вспомнила пойдем купаться я с недоверием посмотрел не может все таки лучше спать ну надулась она действительно за день я прилично вспотела по такой жаре чистым заснуть будет куда легче пойдем окей через пару минут на вышли на пляж я вальяжно развалился на песке и посмотрел на речку меня тут же разморило знаешь я вообще-то не очень купаться люблю значит плавать не умеешь не влесила рядом не ну не то чтобы не умею ты вообще при чем тут это ладно пионеры но город то город куда исчез не знаю я же уже говорила пойдем лучше купаться не хочу никогда не любил честно признаваться что плавец из меня никудышный ты ладно тебе пойдем у берега поплескаешься ладно только за плавками схожу или похоже не слушала меня и начала раздеваться ты это что прямо так собираешься плавать да что я успел вовремя отвернуться не стесняешься я старался говорить как можно спокойнее но все лицо горело именно поэтому именно поэтому они из приличия я не смотрел на нее кого тебя она рассмеялась ну знаешь что я обернулся юля уже стояла по шее в воде идти сюда я решил что ничего плохого не будет если я останусь в трусах разделся и залез в воду холодно а ты двигайся согреешься вот так она начала прыгать в воде и махать руками я все еще не мог отойти от смущения ты как-то покраснел золова сказала юля а ты думала все-таки рядом со мной голая девочка девушка гуманоид женского пола и и все я отвернулся и в ту же секунду почувствовал как юля обняла меня это тебя тоже заложено в программу я понимал что несу полный бред на что-то более осмысленное мне в голову просто не приходило что но это ты понимаешь внезапно я осознал что меня сзади обнимает голое ум не патентное существо способное пребывать нескольких реальностях одновременно мозгу мгновенно начали сыпаться ошибки о нехватке системных ресурсов операционная система выдавала синий экран ноги сами собой подскочили и я начал уходить под воду или поддержала меня но здесь то тонуть не обязательно она все также обнимала меня кажется даже крепче что ты собираешься делать купаться очевидно же то есть ты ни на что не намекаешь я попытался придать своему голосу максимально спокойное выражение но вышло не очень например ну ты хоть многого и не помнишь в основном ведешь себя весьма адекватно а значит должна понимать ну не знаю лукава ответила на внезапно я почувствовал как что-то обвилось вокруг моего живота я попытался отпрянуть на юля крепко держала меня к тому же в воде физика движений совсем не такая как на суше это всего лишь мой хвост хвост на ты не находишь странным что он у тебя вообще есть а что мне прикажешь еще и без хвоста ходить уши лапы и хвост вот мои аргументы подожди-ка я на секунду замолчал пытаясь сформулировать возникшую идею то есть ты тоже смотрела этот мультфильм какой мультфильм ну откуда твоя цитата да это просто она вдруг задумалась но так ведь говорят пословица типа то есть ты не знаешь откуда это нет ты какая разница засмеялась юля и хвост продолжал исследовать мое тело получается у юли это же есть память о том что с ней было до лагеря но она где-то скрыта спит можно сказать откуда-то на этот стату взяла конечно возможно услышал от кого-то из пионеров но это верилось с трудом вывод один юля скорее всего такой же пленник этого лагеря как и я пусть и более загадочный дальше все случилось само собой даже если то что я собирался сделать и было попросту опасно я же живой человек в конце концов то тогда юля не была для меня всемогущим существом в своих объятиях я сжимал обычную девочку я отнес спящую юлю к себе в домик она оказалась на удивление легкой положив ее на кровать я сам повалился рядом и закрыл глаза однако сон не шел ни в какую ужасно хотелось пить тихо чтобы не будить юлю я стал с кровати натянул шорт и вышел из домика по дороге до умывальников я размышлял обо всем произошедшем нет правильность или неправильность моего поступка не было главным вопросом я остановился на мысли что у меня просто не было выбора в той ситуации важнее другое возможные последствия если даже юлий мало чем отличается от меня она можно сказать ближе к тому кто или что стоит за всем этим да юля вообще мало отличается от меня хотя бы потому что знает больше меня а значит впрочем стоит строить догадки в этом лагере занятие неблагородное неблагодарное в этом я уже успел убедиться вдоволь напившись и ополоснувшись я шел назад к домику вожатый на свистовый отрывок из пера гюнтара грига как вдруг меня сзади кто-то этот я я не понимаю вспомнили слова юля о том что он не сможет причинить мне никакого физического вреда я немного успокоился ну не надо я вот видел как вы хау-хау у меня мурашки побежали по коже какой бы фантастической ситуации я не находился всегда неприятно когда тебя застукивают зачем-то рентимным а теперь разве не говорили что подглядывать нехорошо ты расстроен нет чего бы я фыркнул стал к нему в половорота тщетно сились разглядеть его лицо ну и что тебе это ушастая рассказала у нее вообще-то имя есть я чувствовал сильную привязанность к юле поэтому не раздумывая заступился за нее не имя и какое же всемогущий наблюдатель многоликий янус юля неуверенно сказал я юля он заржал как конь и кто же его придумал ты небось ладно говори что хотел и проваливай хорошо хорошо ваше величество только не серчайте он неумело поклонился это зрелище было настолько гротесным что меня все передернуло что же тебе это юля рассказала я решил что нет смысла скрывать то что узнал недавно конце концов для него это вряд ли станет новостью что есть еще много таких лагерей что ты такой же как я что после семи дней мы уезжаем и больше не возвращаемся не было противно объяснять себя объединять себя с ним в одну категорию но факт оставался фактом да все верно в общем а что она тебе сказала про себя это твое дело как как считаешь да и наверняка ты и без меня все прекрасно знаешь что такая знаю конечно приходилось не сталкиваться его тони прозвучала такая брезгливость что я был не намерен дальше продолжать разговор ладно если тебе больше нечего нет уж подожди я еще не закончил и что же еще хочешь я тебе расскажу что она от тебя скрыла давай я был уверен что или ничего от меня не скрывала но в моем положении любая информация будет полезной не возвращаются нет они возвращаются и ты возвращаешься по крайней мере возвращался не понимаю я же тебе уже говорил что ты здесь был не раз так вот после семи дней уезжаешь ли ты или просто засыпаешь в лесу ты обязательно вновь оказываешься в автобусе 410 маршрута но как же она говорила что мы просто исчезаем так я не ответил ну я не стану утверждать что она врет может быть действительно не знает но все именно так я ты мы были здесь много раз конечно я значительно больше но сути явления это не меняет хорошо почему я тогда ничего не помню вспомнишь однажды я же вспомнил и ты говоришь что отсюда нет выхода именно так но то что случилось сегодня я помню ты сам говорил такого раньше не было не было и как ты сможешь это объяснить они как надеешься что-то изменится так вот ничего подобного это мы еще посмотрим я решительно развернулся и направился прочь к моему удивлению пионер не стал меня останавливать вернувшись дом я застал юли тщательно расчесывающий свой хвост опять с ним говорил а ты откуда знаешь на секунду у меня появился появились сомнения просто догадалась скорее всего он должен был появиться когда ты останешься один да опять игра зависла и сказал что никто не исчезает что мы возвращаемся юля ничего не ответила ведь это не так по правде говоря я не знаю я сел на кровать рядом с ней задумался не знаю сколько мы так сидели но вскоре я начал засыпать пойдем на звезды смотреть пойдем спать хотелось ужасно но я ощущал какую-то недосказанность незавершенность она свежем воздухе думается лучше через пару минут мы вышли на площадь я сел на скамейку а юля положила голову мне на колени и уставилась на небо красиво да мы довольно долго сидели молча а что будет завтра ты о чем но завтра же седьмой день значит надо уезжать хочешь отсюда уехать внезапно мозгу стрельнула мысль и уже много раз слышал этот вопрос если верить тебе и ему то не хочу должен тогда уедем она улыбнулась поедешь со мной конечно а как же после всего после всего ты обязан на мне жениться не знаю ни одного загса который регистрировал бы браки девочками с девочками кошками а мы поищем ладно серьезно что будет завтра ночью придет автобус точно придет совершенно точно он всегда приходит и и мы сядем в него а потом что ты все глупые вопросы задаешь взмотилась юля откуда мне знать но предположим и вернемся в твой мир было бы не осекся посмотрим вздохнул я а как же ты со своей многоликостью но это же я здесь такая правда правда а там я буду просто собой с ушами и хвостом юля больно ударила меня под ребра да я ж пошутил просто может быть и без хвоста грустно сказала она да нет он мне нравится ты не подумай ничего такого видно панцу панцу алерт забанят на ютубе она ничего не ответила лишь закрыла глаза а как у тебя там по-другому лучшее определение что-то лучше что-то хуже есть интернет я усмехнулся а что я там буду делать ну не знаю давай решать проблему по мере их поступления хорошо мы еще долго сидели болтая всяких глупостях наконец юля сказала пойдем спать да уже давно пора на меня накатила ужасная усталость завтра надо собираться так мне и собирать нечего ничего нечего ему собирать а вот телефон перебивает постоянно мои ролики а мне вот есть что знаешь ли например беззлобно усмехнулся я просто не могу представить что же у нее может быть из вещей а как же запасы на зиму яблоки орехи грибы ты думаешь тебе это все действительно пригодится конечно она вскочила и грозно посмотрел на меня я иду спать а ты как хочешь с этими словами юля бойко зашагала сторону домика вожатый эй да я не бросился я за ней зайдя в домик юля разделась и залезла с головой под одеяло слушай да я не хотел ничего такого если нужно заберем все твои запасы конце концов может быть нам они действительно пригодятся в моем положении ничего исключать нельзя да я пошутила она высунулась из-под одеяла и показала мне язык а сейчас спать скомандовала юля я не стал возражать разлёгся разделся лег рядом с ней и заснул в обнимку да отлично последний день пионер лагеря нестился странный сон нет само мое пребывание в этом лагере было в высшей степени странным несравнимым ни с какими ночными грезами однако во сне все казалось таким реальным что но проснувшись я почти ничего не смог вспомнить остались только смутные образы длинной дороги старого проржавевшего автобуса покосившихся в ворот лагеря обрушившихся статуй пионеров и заброшенной площади я бегал по совенку взад и вперед словно с селись найти кого-то но у кого именно осталось для меня загадкой ну или тайный когда я проснулся солнце уже клонилось к закату да идите вы все блин телефон нафиг извиняюсь ребят ну простите яркий луч выхватывал из тишины домика разноцветную пыль раскрашивая ее всеми цветами радуги блики из стекла на стеклах принимали разные причудливые очертания посмотришь под одним углом солнечный зайчик под другим пиратская бригантина идущая на абордаж я лениво потянулся и зевнул о повернувшись на другой бок я увидел мирно спящую рядом со мной юлю доброе утро сказала юля не открывая глаза уже день у человека утро тогда когда он просыпается вот я абсолютно с этим согласен ты говоришь прямо как я раньше то есть сейчас ты бы такого не сказал но не знаю просто за последнюю неделю уже привык вставать по утрам это было не совсем правдой так как не всегда я просыпался с восходом солнца да и линейки пропускать пропускал стабильно хочешь сказать ты изменился она хихикнула я думаю любой человек на моем месте хотя бы немного до изменится мне казалось это вполне естественно да пожалуй спорить не буду наступило долгое молчание такое когда не мучает необходимость что-то сказать чтобы превратить гнетущую прервать гнетущую тишину подобное молчание многозначительнее любых слов ну сегодня уезжать наконец спросил я думаю что да думаешь то есть ты не уверена до конца нет такое же происходит впервые ты про исчезновение пионеров не только она встала с кровати и начала одеваться я завороженно смотрел на нее не в силах оторвать взгляд что уставился вставай пора собираться ты про ягоды и грибы конечно юля подперла бока руками и недовольно посмотрела на меня если ты хочешь чтобы все запасы пропали а или ты хочешь чтобы все да нет не хочу конечно вроде говоря мне было совершенно наплевать на них точнее я просто не видел смысла запасаться едой в путешествие в один конец по крайней мере без обратного билета уж точно спустя пару минут мы стояли на той же лесной поляне где юля позавчера посыпала грибок сахаром она зашла за дерево откинула сторону листву и достала из тайника увесистый мешок и это это еще не все здесь только самое необходимое культурных слов на ответ у меня не нашлось поэтому я решил промолчать мешке были грибы ягоды яблоки орехи все вперемешку у меня сразу же возникли серьезные опасения за безопасность употребления в пищу этой солянки неси непринужденно улыбнувшись сказала юля показывая пальцем на мешок но ты же понимаешь что я не смогу ничего ничего ты здоровый вон какой вымахал она показала руками нашу разницу в росте я попытался приподнять мешок он весил как минимум килограмм 30 слушай давай хотя бы часть возьмем все равно все не съедим я попытался схитрить почему же в край в этих краях зимы длинные тебе-то откуда знать догадываюсь я попытался скорчить самую страдаческую гримасу на которую только был способен я его донесу в лучшем случае до площади пожалей меня юля задумалась ладно тогда выкидывай ягоды отличное решение избавляться от самого легкого однако возражать я не стал и запустил руку в мешок не сильно легче стало сказал я закончу с ягодами ничего не знаю я вздохнул и обессиленно опустился на землю рядом с мешком давай тогда нести по очереди но он же тяжелый воскликнула юля а я тебе про что смысле тяжелый для меня а для меня как будто легкий пробубнил я себе поднос стараясь чтобы юля не услышала легкий похоже не стоило недооценивать ее кошачий слух ладно давай вернемся сюда попозже а сейчас неплохо бы и поесть ну наверное она улыбнулась и протянула мне руку столовой пахло жареной картошкой юля крутилась вокруг меня и смотрела как я готовлю по правде говоря мне никогда это занятие не доставляло какого-то особого удовольствия всегда хотелось есть сразу а не ждать пока будут приготовлены все ингредиенты вскипит вода всплывут пельмени поэтому раньше я часто обходился бутербродами или фастфудом как хорошо у тебя получается я же уже говорил что тут нет ничего особенного но но она силилась подобрать слова но все равно хорошо я рад что тебе нравится конечно а как же судя по тому как юля уплётала картошку и правда пришлось по вкусу моя нехитрая стряпня волнуешься сначала прожуй потом говори грубиян надо уметь себя вести приличном обществе и где ты видишь здесь общество юля развела руками по сторонам и засмеялась действительно столовая была пуста как и веселаги как думаешь куда же все куда все же куда все же все исчезли в господи откуда мне знать она подцепила вилки последний кусочек и ловко отправила его в рот скушаешь что еще раз а скучаешь господи скучаешь в какой-то мере а как же я я же лучше собаки опять цитата однако в этот раз я не стал обращать на это особого внимания я же лучше собаки учитывая то что ты вроде как кошка то точно лучше тебе одиноко но я же не один настолько двое но если бы не произошло то что произошло мы может быть я на секунду замолчал значит других реальностях ты со мной не общалась так тесно закончила за меня юля да нет странно почему ну потому что лагерей много как ты говоришь и по теории вероятности значит то что произошло с нами за последние два дня вообще из ряда вон как будто что-то плохое нет конечно я почувствовал как кровь прилила к голове просто странно тут много странно поэтому я так часто употребляю это слово и вообще ты придираешься я да никогда она засмеялась окей нет именно придираешься особенно к словам зачем мне к тебе придираться не знаю это тебе виднее кажется на любой мой аргумент у нее был уже готовый ответ как будто она знала на период что я буду говорить ладно пойдем куда я понял что зря это сказал теперь она точно меня потащат затем мешком ну да автобус еще долго пока можно точно запасы лишь почесал подбородок побежденным побежденный направился за ней нести без малого 25 килограмм нелегко даже и на небольшое расстояние и останавливался через каждые 50 метров чтобы отдохнуть юля подгоняла и подбадрила меня однако от этого мне становилось только хуже не знаю выиграл ли я медаль в каком-нибудь виде спорта но спустя примерно час мешок был транспортирован на автобусную остановку я во изнеможении упал рядом с ним все вот видишь какой ты молодец а ты боялся все тело ныло мышцы горели салбарикой лился пот разъедая глаза не знаю какая награда мне полагается но это совершенно было больше похоже на олимпиаду умственно отставы хоть я и выиграл я все равно дебил смотри а вон и автобус едет что я скачал уста устал и словно рукой сняла далеке действительно что-то виднелось я прищурился и разглядел и карус но почему или же говорил что он придет только ближе к ночи да и ждал я лиазик почему же вскоре автобус поравнялся с нами и распахнул дверь приглашая нас внутрь водительское место было пусто но меня это не сильно удивило тут случаются и более странные вещи пошли юля легко вскочила на первую ступеньку и жестом пригласила меня последовать за ней а тебе не кажется странным что автобусы ездят сами по себе ну она задумалась это конечно странно но ты же сам говорил что тут много странного да тут она была права конце концов выбора у меня не осталось в любом случае я не знаю что произойдет если останусь здесь или если зайду внутрь но во втором варианте у меня есть хотя бы призрачная надежда вырваться из этого лагеря я вздохнул из последних сил поднял мешок и шагнул на ступеньку мы ехали уже час юля все это время о чем-то непрерывно болтала но я ее не слушал я внимательно рассматривал через окно мелькающий пейзаж леса поля и речка леса поля совершенно ничего подозрительного с одной стороны это вселяло некую надежда но с другой было признаком того что в итоге ничего не изменится так как в этом мире похоже все идет медленно размеренно и по своим устоявшимся канонам так было как по крайней мере еще несколько дней назад хотя как я могу судить пробыв здесь всего неделю ну вот теперь я уверена все будет хорошо я внимательно посмотрел на нее кошачьи уши ритмично дергающиеся взад и вперед длинный хвост несколько увеличенные клыки сейчас юля казалось персонажем и сказки однако что делать с ней в реальном мире можно решить и потом я весь превратился в одну большую пульсирующую вену готовы в любой момент лопнуть я ждал чем все это закончится итог мог быть любым для меня было важно не сойти с ума раньше времени я сжал нервы в узду и старался не думать ни о чем но и отвлечься не получалось эй ты меня слушаешь а нет прости я задумался ну вот так всегда она надулась сейчас такой момент понимаешь мы можем вырваться уехать из этого лагеря в общем важный для меня момент ну для меня и для меня важный но я же не волнуюсь просто тебе не с чем сравнивать ты про что я до этого жил в другом мире реальном как тогда казалось так что мне есть чем сравнивать этот лагерь а ты можно сказать родилась здесь и ничего я здесь не родилась откуда ты знаешь просто знаю это я знаю окей автобус мирно подпрыгивал на кочках все сильнее укачивая меня ролевое колесо крутилось само по себе и вскоре я перестал замечать отсутствие водителя глаза начали закрываться и я задремал какая-то девушка склонилась надо мной она что-то нежно нашептывала мне на ухо настолько нежно что я почувствовал сильный удар по голове и не спи я что мешаю возмутился я потираю ушибленное место и меня не слушаешь если мы выберемся отсюда у нас будет еще много времени для разговоров если если а если не выберемся тогда будет еще больше я попытался улыбнуться но идея о том что мы все-таки не сможем покинуть этот лагерь настолько испугала меня что на лице появилась лишь глупая гримаса вот и хорошо если не выберемся а то в твоем мире я конечно не знаю что там и как но совсем не на меня внимание обращать не будешь буду обещаю я нежно обнял ее честно 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 юля прижалась ко мне и слушать меня будешь конечно и соглашаться со мной будешь обязательно она отодвинулась и внимательно посмотрела мне в глаза ладно тогда прощаю салон автобуса огласил громкий смех но смотри если забудешь или попытаешься обмануть будет хуже хочешь контракт подпишем брачный да у меня имущество никакого не для него а у меня вот есть юля показала пальцем на мешок валяющийся валявшийся валявшийся валяющийся ну ладно в проходе ладно тогда я попытался вспомнить что было куплено на мои деньги тогда вот я достал из кармана телефон к тому времени он уже совсем разрядился а что это с любопытством сказала юля взяв мобильник в моем мире это очень полезная штука можно общаться с людьми на расстоянии ух ты как круто отлично подойдет она положила телефон на сиденье тогда по рукам с моей стороны запасы на зиму с твоей вот эта штука ладно все теперь мой муж и жена она хитро улыбнулась эй подожди я внезапно вспомнил что вся эта тема начиналась как раз брачного контракта в любом случае без официальной регистрации вот приедем в твой мир и за реки за реаги в общем сделаем что там надо если приедем конечно или ничего не ответила лишь раскрыв рот уставилась куда-то вперед о нет о нет я проследив за ее взглядом понял что салон автобуса набит людьми все они были в пионерской форме все они были похожи на того пионера никто не проронил ни единого слова они лишь был взмолвно смотрели в мою сторону я не мог разглядеть их лиц одежду фигуру да но лица скрывали непонятно откуда взявшиеся тени казалось что там где у обычного человека голова у них примастилась миниатюрная черная дыра меня начало трясти по спине побежали мурашки юля сильно сжала мою руку титаническим усилием воли я заставил себя посмотреть ее сторону она тоже была крайне напугана в этот момент будь я один возможно упал бы в обманок но теперь я ощущал ответственность не только за свою жизнь кто вы такие с трудом выдавил я из себя пионеры сохранили сохраняли уже ужасающее молчание стало тяжело дышать я жадно ловил ртом воздух однако мозг отказывался работать в условиях нехватки кислорода я на секунду потерял сознание кто вы что вам надо придя в себя услышал я крик юля с первого сидения медленно стал пионеры подошел к нам привет семён а мы вот тоже решили вернуться домой автобус наполнится хором голосов составить тебе компанию я не знал что ответить то что сейчас происходило со мной было самым странным за все время проведенное в лагере не юля не город не исчезновение пионеров не этот странный некто стоящий передо мной ни в какое сравнение не шли с этим я задала тебе вопрос похоже юля была состоянии говорить не мудрено в конце концов она тоже являлась так сказать сказочным существом мы просто едем домой повторяю его голос прозвучал надрывно или мы вам мешаем что тебе от нас надо совершенно ничего ничего не верю я знаю ты все это не так просто делаешь это все лишь твои домыслы животные я хотя бы животное а ты кто призрак тень может и так но призраков тоже есть права у тебя есть право убираться отсюда нахрен юля закричала так что у меня заложило уши однако не пионерные его спутники никак не отреагировали пожалуй мы все же останемся и хитро сказал он но как тебе это удалось и остальные я наконец нашел себе силы говорить очень просто мой дорогой друг коллективный разум слышал о таком и что а то что мы все одновременно захотели пожелать тебе удачи вот и все удачи удачи лично так сказать именно поэтому мы здесь но что будет дальше честно говоря я не знаю убирайся вновь заорала юля спокойствие только спокойствие понимаешь вновь обратился ко мне не буду скрывать у тебя сейчас неплохой шанс вырваться отсюда не знаю точно почему но твои действия нарушили цикл точнее циклы все наши циклы есть опасения что мы не сможем вновь через каждые семь дней уезжать из лагеря она 8 возвращаться обратно просыпаясь этом автобусе ну не возвращайтесь сдохните вообще не все так просто да и к тому же почему у нас не может быть инстинкта самосохранения может же обратился он пионер послышалось в ответ так что мы решили составить вам компанию теперь либо мы выберемся все вместе либо исчезли навсегда но тоже вместе либо пойдем на очередной виток все три варианта для нас приемлемы а что если из-за вас мы погибнем мог погибните не только вы погибать так с музыкой или ты считаешь что наши жизни хотя какие-то жизни жизни не так важны как ваши юля не нашла что ответить и не думай что если что здесь все мы на самом деле нас гораздо больше не все поместились но билетов на этот рейс хватило всем ты ты злобно зашипела юля а теперь уже поздно предлагаю вам успокоиться и наслаждаться полетом через несколько минут стюардессы предложат вам еду и напитки он усмехнулся и медленно направлся на свое место или вскочила но я остановил ее отпусти да я его не надо что ты сможешь ему сделать да и что это даст она удивленно посмотрел на меня но все же села и что предлагаешь ничего не делать и просто ждать а что мы можем я не знаю просто так сидеть одно одно за все время в этом лагере я понял точно от меня мало что зависит точнее вообще ничего особенно сейчас особенно здесь конечно я даже предположить не могу что можно сделать чтобы выгнать их отсюда но даже если бы и знал уверен ничего бы не изменилось не повлияло бы это на конечный результат возможно ты прав грустно сказала юля так что мы можем лишь ждать ждать осталось недолго она положила мне голову на плечо мы ехали так долго что казалось прошла целая вечность солнце успело сесть наступила ночь секунды тянулись часами минуты годами пионеры хранили гробовое молчание и даже тот надменный больше не пытался с нами заговорить эта тишина была громче любого крика достаточно простого хлопка и мои барабанные перепонки взорвутся от напряжения мы с юлей тоже молчали за этот день было сказано все слов больше не осталось я чувствовал себя совершенно опустошенным глава была тяжелая как свинец и казалось что я уже умер но обо мне забыл и черт и бог и мне предстоит остаток вечности провести наедине с собой в этой безумной безмолвной толпе пионеров действительно ли действительно ли они мои коллеги по несчастью неужели они тоже попали в этот лагерь провели там неделю потом уехали и потом опять все по новой может быть все это было и со мной как говорил тот пионер все возможно сейчас возможно все я услышал тихое посапывание юли она заснула видимо такое напряжение было даже для нее слишком а может она израсходовала всю энергию на крик в любом случае во сне ждать конца лучше а сейчас я был абсолютно уверен что это именно конец глупо надеяться стоя на краю пропасти в окружении полчищ врагов и даже если есть хотя бы минимальный шанс на спасение то о нем будет думать то о нем будешь думать последнюю очередь может и не так может на моем месте кто-нибудь другой сохранил бы больше оптимизма мне оставалось сделать один последний шаг хотя зачем ведь это не лестница а эскалатор меня в любом случае довезут до конца я закрыл глаза и тут же сознание покинуло меня я забыл со сном неизвестно только на час или на веки пустота не самое лучшее место для размышлений когда нет ничего исчезает сама сущность привычного нам мира в конце концов мысль это тоже его часть пусть и не материальное сложно представить место где кончается бытие по крайней мере осознать подобное человеку не дано пустота ой это было я очнулся в кромешной тьме вернее ко мне вернулось восприятие себя как личности больше же ничего не было ни вокруг не внутри я словно перестал существовать был стерт из вселенной но не умер нет это было нечто совсем другое как будто из трехмерного пространства я перенесся в одномерное весь мир сузился до размеров одной точки эта точка была мной была всем я был всем и был ничем однако в этот крошечный клочок уместилась мое сознание все мои воспоминания моя душа я не боялся может быть потому что было бессмысленно а может просто еще не понял что происходит ощущение времени здесь потеряны тут попросту не существует такого понятия поэтому сказать сколько времени я пробовал в этой пустоте было невозможно наконец спустя час или год я начал слышать тихий голос слов разобрать я не мог но был уверен что обращаются именно ко мне больше собственно и никому семён семён да словно сняв телефонную трубку ответил я приятно познакомиться голос звучал совсем рядом хотя мы уже давно знакомы кто ты я это я я умер нет ни в коем случае голос говорил спокойно словно беседовал со старым другом что же тогда со мной ты совершил свой путь завершил свой путь какой ты смог выбраться из лагеря лагеря да я помню пионерлагерь совенок внезапно все последние семь дней ясно всплыли у меня перед глазами это как я уезжал оттуда вместе с юлей а где юля да она здесь я осмотрелся но вокруг была пустота и я не вижу ты не должен видеть ты должен чувствовать я совершенно не волновался как будто отходил от наркоза я не чувствую ничего не чувствую тебе надо лишь вспомнить и после этих слов тысячи картин образов запахов мысли и чувств всплыли у меня в голове точно лагерь ведь я действительно там уже был со славей с леной с алисой с ульянкой с машей и потом но как ведь я точно помню что уехал оттуда и вернулся в реальный мир а потом встретил на островке славю нет точнее ульянку в институте на остановке славю точнее ульянку в институте да нет алису вка на концерте но ведь я прожил много лет с леной нет у меня была совсем другая жизнь с машей как же такое возможно я в меньшайших подробностях помню все события которых хватит как минимум на пять жизней но эти они происходили параллельно и тем не менее они реальны я уверен как да все это действительно было с тобой но как ты уезжал из лагеря и не один раз потом жил нормальной жизнью потом возвращался назад и опять уезжал то есть я как бы умирал и возрождался нет может считать что все это происходило одновременно и я не понимаю есть и тебе и не надо а как тогда те а кто тогда те другие пионеры это тоже ты другие стороны тебя я не понимаю каждый человек это бесконечная вселенная от того как он себя поведет в той или иной ситуации зависит его дальнейшая судьба ты помнишь ты пять раз потому что тогда сделал что-то что помогло тебе выбраться из лагеря другие твои воплощения где-то поступили по-другому вот и все все просто мне это совсем не казалось простым и что это за лагерь можешь считать его испытательным полигоном а кто ты такой я это ты но много времени спустя времени не в твоем понимании я выше вас всех можешь считать меня главным семеном получается ты все это затеял это не совсем верно все что случилось произошло не по моей воле но этими событиями я могу управлять но зачем а ты разве не против а ты разве против я задумался по крайней мере насколько это было возможно столь одурманенном состоянии я не знаю если тебе дали выбор сейчас когда ты знаешь и помнишь все ты бы решил вернуться в точку отсчета и забыть обо всем не знаю сейчас я не был готов однозначно ответить на такой сложный вопрос ну а где все-таки юля она здесь где внутри тебя как это юля это твой внутренний мир твое подсознание обрядшая форму его слова просто не укладывались у меня в голове тебе не стоит стараться понять я уже говорил но я чувствовал что скучаю по ней не бойся она всегда будет с тобой наверное не такого единения я хотел еще вчера ведь сложнее всего примириться не с заклятым врагом а с самим собой и тебе это удалось если ты хочешь любить ее тебе придется научиться любить себя впрочем хватит с тебя а мне пора уходить подожди а что будет со мной ты вернешься назад я уже не понимал что реально что нет да и сколько этих реальностей куда это зависит только от тебя я не знаю я не понимаю сейчас ты вспомнил все возможные варианты развития событий он надолго замолчал мне не хотелось ничего говорить чтобы не дай бог его случайно не перебить значит у тебя есть как минимум пять вариантов и я буду помнить все это это тебе решать его голове мелькнула тень какой-то эмоции то ли радости то ли недовольство прощай но я чувствовал что голос больше никогда не заговорить со мной время шло я пытался понять что делать дальше если все так как он сказал то мне стоит всего лишь захотеть к этому времени я совершенно успокоился и можно сказать дальше немного развеселился теперь-то я точно уверен что наконец-то вырвался из этого заколдованного пионерлагеря к тому же впереди меня ждет светлое будущее я не знал я помнил это но что выбрать я закрыл глаза и явственно увидел улыбающуюся славю она всегда мне помогала ни в чем не упрекала с этой с ней легко и комфортно и та встреча на остановке наверное я никогда не задумывался как с ней будет реальной в жизни а будет прекрасно я уверен лена за столько лет стала мне родной ведь я действительно помню все время проведенной с ней помню наших детей помню минуты радости и говоря помню все от такого сложно отказаться или алиса в обнимку с гитарой с ней точно никогда не был не будет скучно возможно я всегда мечтал именно о такой веселой и беззаботной жизни а также о верной боевой подруги образ алисы в моих мыслях лукаво улыбнулся повзрослевшая ульяна тоже казалось неплохим вариантом конечно тогда в лагере я не воспринимал ее как женщину но теперь естественно в ней много недостатков но в то же время что-то неотвратимо привлекает словно какая-то магия да и мику маша из той другой жизни она была дорога мне по-настоящему дорога может быть там лагерь это всего лишь эпизод и я совсем не такой как в остальных вариантах но ведь это даже к лучшему новые возможности перспективы и любимый человек который которого знаешь как будто всю жизнь но все равно жаль что я больше никогда не увижу юлю конечно же увидишь у меня в голове у меня в голове прозвучал ее голос что ты где я тут как он тебе и говорил ты знала нет я поняла все только тогда когда мы попали сюда но ты согласна разве не будешь скучать конечно нет ведь я всегда буду с тобой рядом помнишь ты мне обещал что что всегда будешь со мной да так вот не смей нарушать это обещание я прослежу не знаю придется ли мне с ней еще хоть раз разговаривать вот так наверное от такого можно и с ума сойти но сейчас я счастлив хорошо я не забуду тогда тебе остается только сделать выбор я почувствовал как юля исчезла скверившись в лабиринте моего разума что же пора я зажмурился и зажмурился от яркого солнечного света ну а что удивительного ведь лето на дворе опять этот странный сон почему же он так часто мне снится в последнее время может быть на то есть причины но какие пионер лагерь девочки вожатая да я и в лагерях никогда не был может просто не помнишь очень смешно но а вдруг уж поверь я прекрасно помню все что со мной происходит лет с трех а до этого я вряд ли был сознательном возрасте но допустим так но все это явно не случайно да почему сразу не случайно вон есть люди которым всю жизнь каждую ночь снится черная кошка и ничего же только что придумал ничего я не придумал читал недавно но одно дело черная кошка другое такой детальный сон не вижу особой разницы хорошо что скажешь насчет того голоса какого голоса не придуривайся и мыслях не было который говорил тебе сделать выбор но у голос и что тоже ведь не просто так ну я же ничего дальше не помню на этом сон всегда заканчивается может ты просто забываешь просыпаясь может конечно но что на значит какой-то выбор ты все же сделал да я даже вариантов не помню а были ли они вообще должны были быть а как же ты как всегда даже не пытаешься серьезно относиться к важным вещам нашел тоже мне важную вещь ой ладно что с тобой разговаривать до первые эти самые заделы на шизофрению раздвоение личности это конечно разные вещи но все же до тех пор я стал замечать что у меня началось что-то вроде раздвоение личности да конечно внутренний монолог это совершенно нормальный еврей не для любого человека но вот когда он превращается в диалог хотя до клинической картины мне было еще далеко так как все же я разговаривал сам собой и не с другой личностью внутри меня может быть с подсознанием впрочем все это не важно стопе 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 просто стопе я такого не помню они что финальной версии игры все-таки допилили выборы я не помню здесь выбора когда проходил этот рут вот так окей да немножечко нарушаем атмосферу и целостность картины я не помню этот выбор и был ли он в той версии игры начальник который я играл но все-таки выбрать что-то нужно поэтому мы выберем с вами юлю поскольку по ее руту идем и как бы все остальное да но я не помню этого выбора ну ладно начнем с юля допустим так и я перевернулся на другой бок перед глазами все еще горело слепящее солнце доброе утро доброе доброе утро и вот кто здесь кто здесь еще есть ответил я ей выбор да какой вообще у меня был выбор у каждой истории есть начало и конец у каждой истории есть своя канвасе да 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 нет такой истории в которой при каждом новом прочтении открывались бы вечно который раньше не обращал внимание но у каждой книги есть и своя последняя страница перевернув которую мы ставим книгу на полку чтобы завтра открыть новую ну и не для кого надеюсь не секрет что на этом заканчивается бесконечное лето полностью официальная часть есть конечно еще дилсишка с женей но наверное я не знаю я короче сделаю так ребята так собственная кошка девочка achievement unlocked концовка три знака вопроса ачивка окей собственно это была концовка юли но мы естественно после того как я кое-что скажу точнее просто после вот этих титров и того что я буду говорить помимо параллельно с этими титрами посмотрим что же за выборы когда там юля славя там мы все остальные девочки а потому что я не помню этого вот честно сказать поэтому надо бы посмотреть для полноты картины но все же на этом игра опять же заканчивается пока что хотел бы вас у вас зрители у вас да именно у вас у тебя у тебя и вот ты который только сюда перемотал чтобы узнать что же здесь в конце происходит спросить вот чтобы вы написали в комментариях следует ли делать рут жени это официальная dlc вот этих совет games да которые создали новелку есть dlc с женей вот стоит ли его делать потому что мне рут жени не очень понравился честно говоря то есть там есть свои моменты которые как бы прикольный но в при в общем он не очень учитывая что сама жени мне не очень нравится как персонаж а вот она как окей ну вот и поэтому я не уверен что его нужно делать но жду от вас мнение в комментариях хотите ли вы его видеть по это потому что если много человек захочет увидеть этот труд то я обязательно его запилю но дальше дальше мы с вами посмотрим еще дополнение в стиме уже от фанатов говорят очень хорошее дополнение продолжение истории бесконечного лета где я так понимаю развертываются рут и уже после того как мы выбрались из лагеря рут из каждой из девчонок мне очень интересно это посмотреть не знаю сколько они уже сейчас выпустили потому что я давно не следил за этим дополнением за эти за этим продолжением но мы с вами обязательно это посмотрим вот ну а на данном я наверно все таки моменте заканчиваю я думаю что давайте чисто для прикола загрузим этот выбор и выберем там ну я не знаю у кого у нас там первый рут был по-моему первый рут мы попали на лису если не ошибаюсь поэтому давайте и выберем посмотрим что здесь будет ну в принципе я думаю ничего другого то не будет я перенос на другой бок перед глазами доброе утро доброе утро доброе утро ответил я ей выбор такой у меня вообще был выбор ну и собственно все да окей то есть даже если это был выбор даже в той версии который я играл изначально то скорее всего он вообще ничего так ну чё будет тут да вот завершение пошло опять 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 завершение пошло я думаю можно его ой нет не выход подожди главный меню вот его мы пропустим то есть видимо это ну да это настолько выбор настолько не ни на что не влияет что я не придал видимо никакого значения соответственно либо забыл про него благополучно либо его вовсе не было окей ладно тогда как я и говорил уже ребята жду от вас комментариев под этим видео для рута жени недоголосование такое и соответственно жду ваших лайков под роликом если вам понравился спасибо что досмотрели его кстати до конца и досмотрели до конца в принципе бесконечное лето если вы посмотрели не все то обязательно переходите в плейлисты там бесконечное лето смотрите все что вам вздумается какие руты самого начала и до самого конца ролики конечно длинные но они интересны надеюсь вам будут зовите своих друзей к нам на канал чем нас больше тем лучше с вами как всегда был я frost fire и я не прощаюсь с вами я желаю как обычно удачи напоследок и увидимся в следующих роликах друзья мои пока пока но одиночество бетонной стеною не волит меня в который раз вновь и вновь снова бродить снова бродить тропою одною и не покинуть мне этот сон все потому что в тебя я влюблен я влюблен я влюблен я влюблен я влюблен я влюблен вы по